Мужчина, сидящий за рулем, проснулся не сразу, говорил что-то невнятное, но, видимо, люди в погонах заставили взять себя в руки. А вы видели то, что вы въехали в машину другую? Где ты? Блин, ну точно, точно не въезжал. А скажите, вы выпивали? Я, конечно, я не водитель. А где водитель? Сейчас придерживаю на мою. Так а почему вы сели на водительское место? Ну, потому что она вышла, я думал, подождайте, поэтому бы сел в сквознях. Это ведь что? Она не могла задеть там. Уверяет, за рулем не был, хотя, судя по записям видеонаблюдения, ясно, в машине только один человек. Спиртной объем? Да. За руль зачем садимся? Я же не за рулем был. А машину кто ударил? Ну, не я. Не я? Я за рулем что делаю? За рулем веселась, поспать. Поспать? Да. А она покатилась? Ну, не знаю, я тащусь. Что сейчас будем за другого летать? Я понял. Пойдемте. Приехали две патрульки, одни фиксировали ДТП, другие занимались спящим на водительском сидении. Оказалось, что прав на вождение авто его лишили. Хозяйка машины, в которую въехал то ли этот мужчина, то ли жена его, сначала подумала, что водителю стало плохо. Я начала его будить, кричать, стучать вот так по машине, чтобы его разбудить. Он открыл глаза, что-то мне нечленораздельно сказал и дальше уснул. Ну, по запаху я поняла, что он пьяный. Выпивал не отрицает, а что сидел за рулем не признает. Но сотрудники полиции словам не верят. Теперь в ситуации будут разбираться. Трубочку дышать мы будем на месте? Нет, на силицию едем. Вы отказываетесь на месте пройти свидетельство о состоянии алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектора пинета? Отказываемся, правильно? Да. Господа понятые, вы слышите, да? Так как имеются основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения и он отказывается от прохождения свидетельства на состояние алкогольного опьянения, он направляется в вашем присутствии для прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Ехать в пункт освидетельствования мужчину пришлось уговаривать. Он то и дело кому-то звонил и все время куда-то уходил. Полицейские несколько раз возвращали его к патрульке. Если в его крови выявят алкоголь, мужчину ждет суд и крупный штраф. Так начался ночной рейд, в котором сотрудники выявляли нетрезвых за рулем. Как вы поняли, коллеги, наш рейд начался немножко раньше, чем мы планировали. Прям возле нашей телекомпании произошел такой неприятный инцидент. И хорошо, что вовремя заметили нетрезвого водителя и, возможно, даже предотвратили какой-то несчастный случай. Теперь же мы продолжаем наблюдать за работой сотрудников ДПС уже на улице Красной. Алкоголь употребляли, не отдыхнуть можете, не выдох сделайте с такого роста. Уже случилась мера наказания. Если водитель попадается в течение года повторно в состояние алкогольного опьянения, на него составляется уже более серьезный материал по статье 264, часть 1 Уголовного кодекса. По этой статье ему может грозить до двух лет лишения свободы. К счастью, в эту ночь любителей выпить за рулем нам больше не встретилось. Но краснодарских водителей было за что штрафовать. Валентин Алексеев попался сотрудником ДПС «За любовь» в тюнингу. Он несколько лет доводил до идеала «Альтезу». Чуть-чуть изменена подвеска, то есть она чуть-чуть пониже от стандартного. И все, в принципе. То есть вы можете посмотреть, спереди ее она абсолютно заводская. Ну, может, вот эту антенну я поставил, которой не было. А так она в заводском состоянии. То есть все решетки, бампера, вес – это все завод. Просто таких автомобилей в подобном состоянии очень мало, поэтому они и привлекают внимание. Красотка! Ну что тут сказать? Но вносить изменения в конструкцию машины по закону нельзя. Поэтому штраф и внеплановый техосмотр. Наши сотрудники все проверили. Не, без проблем. Если все соответствует, материал будет прекращен. Если не соответствует, у вас определенный срок, когда вы должны устранить. Если не устраняете, у вас автомобиль прекращает регистрацию. А этот водитель тоже хотел сделать свою ласточку немного красивее. Очевидно, что с выхлопом перестарался. Не поменялся закон, и в отношении тонировки она по-прежнему под запретом. Но любители черных стекол очень неохотно выходят из сумрака. Сейчас почистить надо? Сейчас мы почистим, вам поможем. Мы почистим, у нас есть три просроченных штрафа, подходящие по статье 20-25. Вы будете доставлены в центральный отдел полиции. Перспектива провести ночь выходного дня в отделении, конечно, не радует даже таких веселых парней. Но водитель гранта не унывает. Посрочный, не успел оплатить. Так что, если не хотите оказаться на месте этого молодого человека, проверьте на всякий случай свои штрафы. А лучше не нарушайте правила, ведь они придуманы для нашей безопасности и, как ни печально, написаны кровью. Продолжение следует...